Устойчивый транспорт внедряется в Алматы на протяжении шести лет. Отдельные полосы для автобусов, велодорожки, платные парковки и онай. Всё это часть огромной программы, внедряемой до 2023 года. Похвастать есть чем. Горожане стали пересаживаться из личного авто в общественный транспорт, потому что так удобнее и быстрее, а скоро станет и комфортнее. За четыре года, с 2012 по 2016 годах, снизилась интенсивность использования личного транспорта с 50% до 41% в пользу общественного транспорта, велосипедов и пешего передвижения. И доля устойчивого транспорта, которые автобусы, например, на газе или велосипеде, в объёме ежедневного потока, потока значительно возросла до 60% в 2016 году. Скоростной автобусный коридор, который уже разрабатывается, обещает стать в шесть раз безопаснее автомобиля. Ежедневный пассажиропоток составит 147 тысяч человек. К 2020 году планируется завершить строительство двух станций метро. Количество транзакций уже подсчитано, возрастёт вдвое. В моём понимании устойчивый город, понятно, это экология, это ключевой вопрос. Это основной приоритет нашей программы. Всё, что мы делаем, направлено на решение вопросов экологии. Всё, что мы делаем, это выделенные полосы, это связанный велокоридор, это платные парковки, это пешеходные зоны. Мы сейчас дополнительно купили эвакуаторы. Тоже вроде бы такая мелочь, но очень важная. Конечно же, это система безопасный город, это видеокамеры. Первый проект мы вложили 5 миллиардов, заработали 16 миллиардов. То есть штрафов было на 31 миллиард, 16 мы смогли изыскать. Теперь мы начинаем второй проект. Уже заложили деньги, у нас будут умные камеры, которые, в общем-то, будут регулировать потоки и будет единая система. Мы полностью переходим на принципы умного города. Что касается автобусов, из 108 маршрутов 44 признаны социально значимыми. На них будут выделены субсидии. В текущем году закуплено 675 новых машин, 140 из которых будут колесить по дорогам Алматы в первом квартале будущего года. Таким образом, треть парка будет обновлена. Не забудут и о пешеходах. Сделать такое своеобразное кольцо пешеходной улицы. Это проспект Достык, проспект Абая, набережная реки Есентай. Соединяется обратно там же Есентай-Тулеби. И от Есентай до Достык вот такое своеобразное кольцо пешеходного пространства. Так как все градостроительные условия для развития пешеходной инфраструктуры на данных улицах существуют совмещенные улицы. То есть и транспорт будет передвигаться. Основной приоритет будет отдан общественному транспорту. И люди, пешеходы просто будут иметь соответствующую инфраструктуру вдоль своих краевых зон. Сейчас все на стадии рабочего проекта. К весне следующего года при получении экспертизы будет разыгран тендер. По задумке архитекторов, пешеходное кольцо будет приглашать гостей и жителей Алматы прогуляться по улице. Ежегодный прирост машин в мегаполисе составляет 4%, из-за чего происходил так называемый транспортный перегрев. А скорость передвижения в час пик не превышала 15 км в час. Благодаря строительству развязок ситуация на улицах поменяется в корни. Возводить дороги будут на Рыскулова-Ямцова, Сифулина-Женсугурова, Рыскулова-Кульджинский трак. Проспект Абая будет пробиваться в направлении административного центра Наурозбайского района. Также продлят улицу Хмельницкого, Фурманова, Сайна до Акан-Серэ. К слову, за 10 лет в Алматы было возведено 30 развязок, вложено более 3 миллиардов долларов. Количество платных парковочных мест мы доведем до 10 тысяч. Эту работу мы будем продолжать дальше. Значит, увеличивать будем также протяженность выделенных полос для общественного транспорта. Будем строить дальше велодорожки. Только 30% построено территории, которые будут строиться по рекомендациям Гейл Архитекторс, по рекомендациям Яна Гейла. То есть еще последующие два года в два раза увеличится пешеходная зона в городе Алматы. Транспортная реформа, проводимая в Алматы, полностью соответствует требованиям ОСР. Программа «Устойчивый транспорт» успешно внедрена. Об этом говорит тот факт, что вслед за мегаполисом наш опыт перенимает в Астане и других крупных городах Казахстана.